Всем привет! Сегодня я готовлю голубцы из виноградных листьев. У меня мясо говядина. Можно смешать говядину с бараниной. Кто любит? Я люблю только говядину. Добавляю 200 грамм жира, потому что мясо нежирное. Голубцы, хинкари, все вот эти блюда очень любят жир. Для сочности в основном. На килограмм мяса 200 грамм жира. Я вообще делаю на глаз, но так для вас чисто и замерила, сколько чего. Сюда добавляю лук. Два средних лука, около 350-400 грамм. Добавляю сюда, тоже прокрученный. Сюда добавляю где-то 100-150 грамм риса. Круглого, промытого. Рис должен быть круглый обязательно, потому что с ним получается вкуснее. Добавляем сюда же зелень. У меня здесь зелень, петрушка, укроп и кинза. По одному пучку. Сюда же добавляем где-то одну столовую ложку, может даже чуть больше мяты. Мята тут обязательно. Если это виноградные листья, ну, голубцы из виноградных листьев, тут мята обязательно должна быть. У меня сушеная мята. Сюда же щепотку тимьяна, буквально щепотку. Чёрный перец по вкусу, куркума, где-то чайная ложка и красный острый перец, тоже по вкусу. Добавляем соль. Ну, вроде ничего не забыли. И перемешиваем. Так, фарш готов. Поставим пока в холодильник отдохнуть и займёмся листьями. Листья нам посылают вот в таких бутылочках от лимонада. Они так хранятся. Нам теперь надо их извлечь оттуда. Сначала выпустить лишний волосок. Они, когда собирают бутылочку вот так вот складывают, надо их вот так вот раскрыть, лишние вот эти убрать веточки. Я делаю эти голубцы, вот если трогаю виноградные листья, обязательно надеваю перчатки, потому что они окрашивают ногти. Если у кого-то свежий маникюр, то лучше в перчатках. Если планируется маникюр, то ладно, можно и так. На самом деле из вот этой бутылочки, здесь где-то 350 грамм я взвесила листьев. Получается очень много голубцов, поэтому я буду делать немножко на сегодня, потому что много ещё других блюд. Остальное буду замораживать. Покажу, как я их замораживаю. А потом просто достали, сварили по-быстрому, если пришли гости, или так некогда готовить. И не надо возиться. Вот так, вода начинает закипать. Чуть-чуть надо подсолить. И в кипящую воду маленькими порциями опускаем листья, которые уже раскрыли. Вот так вот на несколько секунд. Будет заметно, как цвет поменяется, сразу достаём. Главное не переварить. И через несколько секунд всё собираем в душлаг. Также по маленькой порции следующей. Так, начнём. У меня вот такая кастрюля с толстым дном. Лучше брать кастрюлю именно с толстым дном, чтобы не подгорело. Я подкладываю ещё туда вот такую крышу, только не как бы лицом вверх, а вот наизнанку, чтобы там был как бы такой подъём, чтобы пена, если будет образовываться, собиралась именно так. Смотрите дальше, что делаем. Дальше кладём на руку, вот эта лицевая сторона красивая, гладкая. Этой стороной наружу. Этой стороной Кладём мясо И заворачиваем Заворачиваем Красивый либо конверт, либо длинные такие можно сделать Вот так вот И собираем в кастрюлю Работер cambiar Работер УспMusic Не перемещайтесь Ор Pav Работер Продолжение следует... Завернули мы наши голубцы. Сверху раскладываем лимончик, лимон обязательно, у вас по квартире будет такой приятный запах вот этих виноградных листьев и лимона. Дальше сверху кладем немножечко, буквально щепоточку подсолнечного масла, тоже для вкуса. Сверху накрываем тарелкой размером поменьше, либо крышкой, чтобы они не вздулись. И наливаем горячую, ну кипяток, немножко подсоленную воду. До тех пор, пока мы не увидим воду, потому что голубцы еще уменьшатся, опустятся. Вот так вот. Сильно солить воду не надо, потому что вода выпарится и останется соль. Но подсоливать чуть-чуть надо. Вот, воду мы уже видим. Теперь накрываем крышкой и ставим на средний огонь. Оставшиеся голубцы замораживаем. Собираем все вот так вот на противень, постеленную пергаментной бумагой. Пергамент выбирайте хороший, который не липнет. Сверху стелим еще один слой пергаментной бумаги и собираем также второй ряд сверху. Можно точно так же и пельмешки, и все остальное замораживать. Главное, чтобы не рядом, чтобы не слиплись к ли заморозке. И вот в таком порядке ставим вместе с противнем в морозилку. Естественно, противень берем по размеру морозильной камеры. Вот так вот они заморозились. Если так замораживать, они не слепляются друг с другом. И вот так вот теперь собираем все в пакетик. И когда надо, если гости или домой неохота готовить, просто собираем кастрюлю, сверху лимончик и варим. Все, теперь можно класть в холодильник, ой, в морозилку на 5. Наши голубцы готовы. Проверяем готовность. Я, например, пробую один. Если листик жуется нормально, как вы любите, допустим, по мягкости, то значит готово. Раньше проверяли, как. Если рис отварится, наши бабушки, мамы так проверяли. А сейчас уже время поменялось, рис поменялся, рис разваривается очень быстро, листья не успевают свариться. Поэтому проверяем по листику. Если листик жуется так, как вы хотите, значит голубцы готовы. Здесь у нас сациви вчерашние. Покажу вам соус, как загустел. Сверху сметану или мацони, кто как любит. Ну а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok